Вот смотри, ты продал акции в своем брокерском приложении Тинькофф Инвестиции. Деньги на твоем счету, вот они лежат, рубли, полторы тысячи рублей. Я продавал сегодня акции Московской биржи. Ты решаешь их вывести. По каким причинам ты это делаешь, конечно, я не знаю. Я не вывожу деньги с брокерского счета, разве что не закрывая сделки в плюс. И в данном случае вот эти полторы тысячи это сделка по продаже подарочных акций, которые мне прилетели. Вот так же, как, например, эта акция ВТБ за то, что вы оформляете продукты Тинькофф по моим реферальным ссылкам. Тем самым говорите спасибо мне за видеоролики, в которых вы узнаете какую-то полезную информацию или хотя бы интересную. Так что можете продолжать это делать. Мне это очень нравится. Ну и вы свои, кстати, бонусы тоже получаете. Так что грех жаловаться. Вот мы решили вывести эти деньги, да. Неважно по какой причине. Мы нажимаем на эту денежку. Нажимаем на вывести. Вводим здесь сумму 1579,1 копейка. И возникает налог. Целых 400 рублей, почти что треть от тех денег, которые у нас имеются вообще на счету. Откуда берется вообще этот налог? Давайте разберемся. Вот прям для самых начинающих. Я понимаю, что многие на канале уже довольно-таки давно и все понимают, как это все происходит. То, что брокер является вашим налоговым агентом и все такое прочее. Но давайте вот сначала. Значит, тут по подсказочке вам все говорит. Тинькофф вам подсказывает, что сумма вот эта налоговая, она учитывает весь год. Вот налоговый режим, начнем с того, что налоговый режим в инвестициях, он отчитывается от начала до конца года. Один год. Вот если в пределах этого года вы вводили деньги на брокерский счет, внесли какую-то денежку, например, 10 тысяч рублей. Купили на них акции. Держите, держите, держите. И тут решаете продать где-то под конец года. У вас после продажи акции возникнет прибыль. И, как известно, от налога никуда не деться. Я рассказывал про это в отдельном видеоролике про налоги. Подробно там рассказывал все прям гайд по налогам с инвестиций. Хотя много чего еще не рассказал. Будем это наверстывать в других роликах. В общем, этот налог вы должны заплатить обязательно. И он составляет 13% от прибыли по бумаге. То есть, если вы купили, например, акции по 1000 рублей и продали за 1500 рублей, разница прибыли у вас 500 рублей составит. И, соответственно, с этой прибыли 13% от этих 500 рублей вы должны заплатить в качестве налога государству. Если это рублевая акция, то проблем никаких нет. Налог начислит вам брокер. И вот в таком режиме, как на экране показано, будет списывать. Причем списывается налог каждый раз, когда вы решаете вывести деньги с брокерского счета. Есть еще такой нюанс. Вы можете продать бумаги, но брокер по каким-то причинам может не насчитать вам налог в этот же день. И он как бы запишется на потом. Да, вы сможете вывести деньги без какой-либо комиссии. Это, конечно, редкость, но такое иногда случается, если вы прям очень резко это все делаете, очень быстро. Вы можете, да, не заплатить налог, но он все-таки будет зафиксирован. И когда будет подходить срок окончания года, и так как брокер, как я уже говорил, является вашим налоговым агентом, он представляет ваши интересы налоговой, должен отчитываться о всех ваших операциях на брокерском счете, он должен заплатить этот налог за вас. Он вам напишет на почту, в приложении наверняка, какое-то оповещение прошлет о том, что, чувак, ты там торговал акциями, закрыл сделку в прибыль, с прибылью, вывел деньги, а налог не заплатил. Мы вот начислили столько-то, надо заплатить, да, пока конец года не настал. И если вы это не сделаете, занеся деньги на брокерский счет, если у вас там, к примеру, нет рублей, если вы не занесете деньги на брокерский счет, то брокер себя эти полномочия снимает по уплате налога и передает непосредственно в налоговую. Далее, если вы не пошли на такой удобный способ уплаты налога, вам придется самостоятельно обращаться в налоговую, самостоятельно учитывать вот эти все данные, подавать декларацию по прибыли и в своем собственном режиме, значит, платить в налоговую. Конечно, никому этого не хочется делать, поэтому вот придумали, да, такой замечательный способ, что при каждом выводе денег с брокерского счета вы автоматически должны заплатить деньги. Если не хотите платить налог, оплатить его обязательно нужно, то есть этого не избежать. Единственное, что вот такой лайфхак использовать, очень быстро это все делать, если получится, конечно, у вас. В любом случае заплатить придется. Если не хотите платить, то можете просто не выводить деньги, да, с брокерского счета. Еще может быть такой нюанс произойти, такая ситуация, когда вы, например, совершали какие-то сделки в течение года. Напомню, что налоговый период – это один год. Вот в рамках этого года вы совершали различные операции. Какие-то закрывали сделки в плюс, какие-то в минус. И, соответственно, разница между прибыльными сделками и убыточными, она не в вашу пользу. То есть вы как бы за вот этот год ничего не заработали. Такое может быть действительно. У вас может быть большое количество прибыльных сделок, но это только лишь количество. Вы можете, например, на некоторых бумагах, хотя это не рекомендуется, закрывать их в минус, когда акции начинают падать. Так делать, конечно, не стоит, но это нужно понимать на берегу, так скажем. То есть сразу не покупать те акции, которые вы на просадке, там 10-15%, а может быть для кого-то и меньше, да, там и 5% будет, это что-то из ряда вон. Что вы будете продавать в случае падения акций на такие мизерные проценты, вам лучше туда вообще не заходить. Но раз уж вы это сделали, раз уж вы назакрывали сделок в минус и по итогам года у вас так получается, что вы наторговали в ноль в лучшем случае, в худшем, конечно, в минус. При этом стоит отметить, что вы же заплатили налоги за те сделки, которые были у вас прибыльные. За те, которые были убыточные, понятное дело, что брокер с вас ничего не брал, потому что прибыли не было, она была нулевой. Когда прибыли нет, налог не взимается. Так вот, в этом случае, и еще тут тоже стоит дополнить, что вы заплатите налог за прибыльные сделки только в том случае, когда вы будете выводить деньги в рамках этого года со своего брокерского счета. Вот вы, например, в январе закрыли сделку в плюс, в феврале решили вывести деньги. Брокер к этому времени вам уже насчитал налог. Вы при выводе, вот как у меня, например, ситуация, видите там циферки определенные 419 рублей, нажимаете вывести, брокер списывает эти налоги, передает в налоговую, все шито, крыто, все классно, здорово. Вот, но получается, что вы заплатили налоги за прибыльные сделки, а за убыточные, как бы они превалируют над прибыльными. Прибыль у вас по итогам всего целого года меньше, она минусовая прибыль. И вот в этом случае у вас возникает возможность, замечательная возможность вернуть все те налоги, которые вы заплатили с прибыльных сделок. Я про это уже говорил в одном из прошлых роликов про налоги, но мы так и не приступили с вами к поэтапному, значит, возврату этих денег, потому как у меня пока что такой ситуации не было. Посмотрим, что будет в итогах вот этого года, 2021, если у меня тоже будут сделки какие-то, ну, в общей сумме, да, все мои сделки за этот год будут минусовые. Конечно, я буду на своем примере показывать это прямо вот от первого лица. Если же нет, то я сделаю какой-то видеоролик, может быть, с примером там какого-нибудь моего знакомого или чисто такой теоретический видеоролик, да, возможно, не смогу вам показать на этом примере. Вот такой интересный нюанс, то есть, резюмируя то, о чем мы сегодня говорили. Вот этот налог, который у вас возникает при выводе денег с броковского счета, вы обязаны его заплатить. Либо, чтобы избежать вам этого, вам нужно просто не выводить деньги с броковского счета до конца года. Даже если вы заплатили налог, вы сможете его вернуть в том случае, если по итогам года у вас прибыль была нулевой, либо минусовой. Что еще можно сказать? Можно еще сделать так, чтобы даже если у вас есть прибыль по итогам года, но вы не хотите платить налоги, вы можете искусственно увеличить свои расходы. Есть такой определенный лавхак, я думаю, возможно, там самые такие ушлые ребята про него слышали, но я про него расскажу в отдельном видеоролике. Напишите мне про это в комментариях, если интересно, как не платить налоги по итогам года. Очень интересный, на самом деле, лайфхак. Может быть, тоже, кстати, им воспользуюсь. У меня есть некоторые сделки, которые я могу закрыть в минус, а потом в итоге все равно выйти в плюс. В общем, это очень интересно. Сейчас давайте я заплачу этот налог и выведу деньги со своего броковского счета. Полторы тысячи рублей, ну, тысячу сто получилось в данном случае, я вывел. Все. Вот так заканчивается этот ролик. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...